Здравствуйте, меня зовут Анна Герцовская, и я представляю вашему вниманию программу «Знак качества», в которой мы подетально разбираем самые важные жизненные процессы. Вопросам экологии в современном обществе стали уделять все больше внимания, и если раньше люди стремились переехать жить в город, то сегодня ситуация меняется на глазах, и Рязань с ее большим количеством промышленных предприятий не является исключением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К счастью, на сегодняшний день достаточно много в Солочи представлено домов, которые могут быть как в сегменте эконом-варианта, так и в классе премиум. Это хорошие, большие апартаменты, но одним из таких ярких представителей является, пожалуй, Грин-парк, который расположен на территории санатория Солочи, и, в общем-то, по моему мнению, один из самых таких ярких представителей, потому что имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако и в самом центре курортного поселка проживание бывает не столь комфортным, насколько бы хотелось местным жителям. Здесь существует ряд проблем, которые не решаются из года в год. В Солочи часто случаются перебои электроэнергии. Из-за того, что нерассчитанные на большое число жителей сети не выдерживают нагрузки. И нам захотелось выяснить, смогут ли собственники апартаментов Грин-парк Солоча избежать таких проблем. Из представленного пакета документаций по строительным объектам, в том числе техническим условиям, считаю важным обратить внимание на тот факт, что оба здания в составе элитного комплекса оборудованы независимыми источниками электроснабжения мощностью до 500 кВт. Таким образом, проблем с электроснабжением в зданиях не будет. То же самое касается и отопления. На обоих объектах предусмотрено автономное отопление. Ещё один вопрос. Остро стоящий в Солочи. Качество водопроводной воды. Она перенасыщена фтором и имеет своеобразный вкус. Чтобы избежать негативного воздействия на здоровье, жители вынуждены покупать бутылированную воду, либо набирать её в родниках. Водоснабжение комплекса Грин-парка будет осуществляться от собственной артезианской скважины, к которой объект уже подключён. Это позволит жителям проживать в Солочи, при этом пить не фторированную, а чистейшую артезианскую воду. Качество воды подтверждено соответствующими испытаниями. Ознакомившись с мнением наблюдателей, мы решили заглянуть на строительную площадку элитного комплекса Грин-парк Солочи. И уже на месте разобраться, действительно ли комплекс отвечает всем требованиям строительства современной загородной недвижимости. Элитный комплекс апартаментов Грин-парк Солочи расположен в самом центре посёлка Солочи и органично вписан в курортную зону. Задуманный в утончённом английском стиле, комплекс состоит из более 150 апартаментов с панорамным остеклением и свободной планировкой площадью от 46 до 500 квадратных метров. С верхних этажей открываются великолепные панорамные виды на мещерские пейзажи. А в апартаментах, расположенных на первом этаже, есть возможность создания собственной резиденции с выходом на террасу. Почему комплекс Грин-парк Солочи получил статус элитный? Статус здания зависит от множества параметров. Местонахождение, оригинальность архитектурного решения, техническое оснащение. По всем вышеуказанным параметрам Грин-парк Солочи соответствует самым высоким стандартам. Покупая апартаменты в элитном комплексе, вы делаете выбор в пользу высокого уровня обслуживания, надёжности и безопасности. Вы сами выбираете социум, в котором вы и ваши дети будут в дальнейшем проживать. Мы находимся на пятом этаже строящегося здания. И если говорить о скорости строительства, то каждый новый этаж здесь вырастает примерно за три недели. При всём этом дом очень прочный. Здание имеет монолитный каркас, а стены укреплены порезованными керамическими блоками. Грин-парк Солочи расположен в окружении старейшего соснового леса. С южной стороны открывается вид на памятник архитектуры 18 века – Солочинский женский монастырь Рождества Богородицы. Северный панорамный вид на пойму реки Ака и Святый Иоанна Богословский монастырь. А интеграция комплекса апартаментов Грин-парк Солочи в систему СПА-санатория обеспечит его собственникам полный доступ к медицинским услугам, оздоровительным процедурам и культурно-развлекательным программам. Соседство комплекса и СПА-санатория – это ещё и экономически перспективное направление. Для санатория это увеличение числа постоянных клиентов. А для собственников Грин-парк – возможность пользоваться большим спектром услуг, в том числе клининг и сдача апартаментов в доверительное управление санаторию. Владимир и Ольга со своей шестилетней дочерью Катериной уже давно присматривали себе новое жильё за городом. Перебрав множество вариантов, они решились на покупку загородных апартаментов именно в Грин-парк Солочи. Мы давно задумывались о том, чтобы переехать жить за город. Мы родители, молодые у нас ребёночек, и, конечно же, как и все родители, мы хотим, чтобы ребёнок был здоровым. Долго искали подходящий вариант, потому что, ну, осознаём то, что нам трудно отказаться от городского комфорта, но в то же время хочется жить подальше от промышленных зон. Наконец-то нашли поближе к природе свежий воздух. Спасибо Зелёному саду за осуществление этой мечты. До центра города можно добраться за 20 минут. Быстрее, чем из спального района. Тем более рядом лес, река, можно летом купаться, ловить рыбу, да. Зимой будем кататься на лыжах, на лысой горе. Ещё понравилось, что проектом предусмотрена подземная парковка. Очень удобно, и вся территория храняется. Можно быть спокойным за свою семью. Получив документы на новые апартаменты, Владимир и Ольга с нетерпением ждут завершения строительства. По словам представителей строительной компании, оно должно наступить раньше поставленных сроков, уже к концу 2016 года. Проект благоустройства прилегающей территории элитного комплекса «Грин парк Солодча» разрабатывает строительная компания «Зелёный сад» совместно с городской администрацией и руководством санатория. Отдыхать в парке смогут все рязанцы, а жителям апартаментов, чтобы устроить семейный пикник, достаточно будет выйти лишь за территорию комплекса. Обратив внимание на проект элитного комплекса «Грин парк Солодча» от компании «Зелёный сад», мы лично смогли убедиться, что сервис загородной недвижимости Рязани выходит на европейский уровень. Остановиться на лучшем или продолжить поиск – это уже остаётся вашим выбором. Интернет и телевидение – вещь, привычная для большинства рязанцев. Вопрос в том, как они работают, есть ли сбои или подключение отлажено до мелочей. Это зависит от провайдера, который предоставляет услуги телевидения и интернета. В Рязани много операторов, которые предоставляют услуги кабельного телевидения и интернета. Их предложения можно увидеть на каждом шагу. И мы решили поговорить с представителем рязанской компании «Видикон», который является одним из основателей кабельного телевидения в городе. Александр, расскажите о своей компании. Компания «Видикон» существует на рязанском рынке уже более 20 лет. Это, пожалуй, один из самых старейших операторов кабельного телевидения в городе. За это продолжительное время стремление обеспечить рязанцев качественным телевидением дало нам возможность построить масштабную сеть по всему городу. Сеть насчитывает более 2000 многоквартирных жилых домов. Это примерно 95% всего жилого фонда города. Многие рязанские операторы сейчас представляют себя под маркой федеральных операторов. Как вам удалось сохранить свою привлекательность для абонентов? Да, не секрет, что многие рязанские компании начали представлять свои услуги под маркой федеральных брендов, федеральных сетей. Плохо это или хорошо? Наверное, лучше спросить у самих абонентов. Что вы делаете для повышения качества обслуживания абонентов? У региональных операторов, таких как «Видикон», есть ряд неоспоримых преимуществ. Компании, которые строят сети в городе руками своих сотрудников, с помощью своих инженеров-специалистов, всегда имеют возможность оперативно прогнозировать и устранять неисправности в работе сети. Наши специалисты знают город как свои пять пальцев и могут оперативно выехать и устранить аварии. К тому же нам проще дозвониться. Казалось бы, банальная ситуация, но и здесь абоненты иногда встречают проблемы, чтобы дозвониться хотя бы. Потому что у федеральных сетей, как обычно, колл-центр находится в одном городе, который обслуживает сразу несколько городов. Нам дозвониться проще. И для этих целей мы не стали мучить абонентов бесконечным голосовым меню. И абонент, звоня нам, сразу может получить возможность поговорить с живым человеком, а не с роботом-автоответчиком. Именно для этих целей в этом году мы практически в два раза увеличили штат сотрудников нашего колл-центра. Это дало нам возможность перейти на круглосуточный режим обслуживания и принимать звонки в течение первых десяти секунд. Я вот дома замечала, что некоторые каналы иногда меняются местами, другие пропадают, появляются новые. Как вы можете объяснить эту нестабильность? Причин несколько. Это и принимаемые правительством решения, в частности, принятый правительством закон о изменении трансляции рекламы на платных каналах, негативно сказался на некоторых каналах, они просто закрылись. Некоторые каналы изменяют условия по трансляции своих каналов в сетях операторов. Некоторые просто происходят, у них просто происходит ребрендинг какой-то, то есть они заменяют направленность канала, тематику канала. Поэтому эти вещи, они явным образом сказываются на том, что некоторые каналы пропадают в сетке вещания, некоторые каналы заменяются какими-то другими каналами. Сейчас очень большой популярностью пользуется цифровое телевидение. Что нужно купить или установить, чтобы получить хорошую картинку? Для просмотра большинства каналов, транслируемых в нашей сети, в том числе и в формате HD, не требуется никакого дополнительного оборудования, в том числе и никаких приставок, никаких смарт-карт. Все дело в том, что по кабелю, который вводится в квартиру абонента, транслируются сразу два сигнала, и цифровой, и аналоговый. Если у вас есть в квартире большеформатный современный телевизор, способный транслировать цифровые каналы, можно настроить качественное цифровое телевидение Vidicon на нем. В остальных случаях можно воспользоваться обычным аналоговым телевидением, которое подойдет для любого телевизора. Таким образом, люди избавляются от необходимости покупки дополнительного оборудования. Я знаю, что вы представляете услуги не только телевидения, Vidicon занимается и интернетом. Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее. Да, услуга интернет вошла уже практически в каждый дом. Мы на базе своей собственной оптоволоконной сети начали оказывать в 2012 году услуги по доступу в сеть, интернет, по современной высокоскоростной технологии. Для этого выделяется отдельный кабель, который не требует установки какого-то дополнительного оборудования, не нужны ни модемы, ни какие-то дополнительные устройства. Доступ в сеть интернет абонент получает без каких-либо дополнительных настроек. Достаточно просто вставить кабель в компьютер или, как сейчас очень удобно, использовать с помощью Wi-Fi роутера. Беспроводное подключение также возможно. А вот есть какие-нибудь специальные предложения у Vidicon, может быть, для своих абонентов? Мы не могли не порадовать своих абонентов, поэтому запустили специальное предложение для них, которое будет интересно. Это пакет услуг интернет плюс ТВ за 350 рублей в месяц. Абонент получает доступ в сеть интернет на скорости от 50 до 100 мегабит и также более 100 цифровых каналов на своем телевизоре. Естественно, как и всегда, условия нашей акции постоянные, то есть абонентская плата со временем не увеличится, а будет всегда постоянной на весь срок действия договора. Спасибо вам за беседу, Александр. Спасибо, что нашли для нас время, и мы будем рады видеть вас снова. Да, спасибо и вам, Анна. С нами общался Александр Осин, начальник отдела продаж компании Vidicon. И на этом у меня все. Увидимся в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. Там много всего интересного. Не скучайте. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!